Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, у микрофона Дрок, студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire Начинаем трансляцию матча между командами Na'Vi и коллективом Vichy Gaming Ну, на данном этапе, конечно, печальная абсолютно ситуация для команды Na'Vi случилась в групповом этапе Na'Vi не являясь фаворитом в группе Посмотрите, собственно, на то, что происходит на сайте Pinnacle Sports по коэффициентам Na'Vi 2,9 и 1,4 на Vichy Gaming Это все одна игра, это Best of One, и Na'Vi здесь вообще не всплывают по сути Ну, потому что Na'Vi показали очень неуверенную доту еще На групповом этапе Na'Vi брали, вот, кстати, как сейчас, Na'Vi брали героев, которыми играют все А Na'Vi не умеют играть ими все, так как умеют играть все Потому что Na'Vi тренили других героев Модных, стильных, молодежных там были всякие Я думаю, вы в курсе, там всякие Пуджи залетали Еще интересности разные А здесь надо играть стандартными героями, потому что нестандартные у Na'Vi уже перестали заходить Почему? Кто объяснит, я не в курсе Может, со скиллом проблема, может, уже свое отыграли Пес его знает Ну, сам факт, что Na'Vi сейчас в очень незавидном положении Команда Вичи Гейминг забирает себе Queen of Pain и забирает себе Shaker От команды Na'Vi Task отлетает в пик и также отлетает в пик Dazzle Ну и Вичи Гейминг в баню отправляют еще и Spirit Breaker Ну и со стороны команды Na'Vi в бане Лешрак Там же Гирокоптер, там же Брудмазер Ну и последний бан от Na'Vi на данной стадии Naga Siren также в баню от Вичи Гейминг Не дают ее Санейка, а то ненароком на 24-й минуте Как прилетит ему Радик Как не будет он знать, что с этой Нагой делать Неудобная ситуация, согласитесь, получится Антимаг для хвоста Наконец-то Хоть кое-как к стандарту пришли Na'Vi По идее Антимаг от хвоста это классика классик Ну и вообще Антимаг на данном интернешнл заходит на 5 с плюсом Классно вернулись в колдскульной доте Той самой, когда один мог вывозить всю тиму вперед ногами И Рэмпаджи где-то могли замаячить Конечно, неплохо было бы сейчас-то все посмотреть Не факт, что мы увидим, но попробовать попробуем Шейкер, Квиннов, Пейн от Вичи Гейминг Тоже достаточно имбовая квапа на мидлейн Команда Вичи Гейминг Ну и, кстати, Вичи по составу Ну какие же они чокнутые Флайс, Супер, Айсайсайс, Хау, Фенрир Ну просто, по сути, легенды китайской доты Которые в последние годы чудеса творили Вичи Гейминг на таком хорошем ходу И как они оказались в этой помойке Вообще непонятно Как они упали в лозер брекет Как они там слили все в группе И сейчас они тоже, по сути, с Na'Vi Не такой уж мощный коэффициент имеют А посмотрите, в каком состоянии Na'Vi Просто за International 5 время удивлять Na'Vi И Вичи Гейминг не зря, мне кажется Встретились тут друг с другом Рубику от Вичи Ну, Na'Vi надо кого-то взять Чтоб Рубику что-то подарить Надо какого-то хорошего Супер Супер ультом персонажа Лина залетает для команды Na'Vi Дэнди не уверен, что будет играть На этой подруге Вполне может быть, что Дэнди Еще героя для него доберут А Лина отправится на сложную линию Артстайл будет на Туске Например, Санейка на Дазли Антимаг, это Хвост Будет фармить спокойненько себе Легкую линию Лина отправится на сложную линию От Фанника Такое уже бывало Ну и Мидлейн еще будут добирать Игрыки команды Вичи Гейм Я Дэнди вообще не помню на линии Странно, но Но не помню Пять секунд Резерве Нави полторы минуты себя сохранить Для дополнительного пикает достаточно быстро СФ У Отвичи Гейминг СФ на Мидлейн Лина, по идее, с СФом разговаривает очень коротко У Лины нормальный рассказ ССФ мягковат по началу Да и по рейнже Лина, в принципе, вывозит неплохо Тут вот вопрос реализации, конечно Если Лина на Мидлейн, то Это будет понятно Если Лина отправляется в сложную То кто будет против СФа стоять? Последний банн от команды Нави Кого вообще Вичи не хватает? Шейкер будет ли оффлейн Тут не знаю Кстати, АССС Не факт, что на Шейкере будет топить Ну и об этом думает Нави Что Шейкер вряд ли Для сложной банят героя Для АССС Дарксир Улетает в баню И от команды Нави Сейчас посмотрим Вичи Гейминг Так ли думают, как думаю я Есть ли у них подозрение Что Лина отправится в сложную А на Мидлейн еще будут добирать Сейчас узнаем Либо все-таки будут оффлейнера банить Но если я прав и Дэнди никогда не играл толком на Лине И Лину возьмут и Дэнди сольет на Лине То это будет просто крах вообще Очень концептуальный В концепции всего, что было в последнюю неделю Вот Нави 10 секунд на последний банк Undying Вот такие вот дела Висп от команды Нави И Туск идет на сложную Даззл отходит у нас Вместе с антимагом И Виспом на легкую линию Лина, как я понимаю С Мидлейн И Туск идет на сложную Мне так кажется Если Нави сейчас возьмут И Как не запалят страту И как отправят Виспа, например, с антимагом Вообще на Мидлейн И тогда Печаль будет Полная Либо для Вичи Либо для Нави Но в любом случае Все драмой закончится Такое Мимо Интереса не проходит Последний пик От команды Вичи Гейминг Оффлейнера у них До сих пор нет Это Луна Это Это черти что Хао берет Луну на легкую Квапа идет на сложную линию Айсайсай Забирает себе Квин оф Пейн Супер будет На Шадофф Индием Фармить Мидлейн Луна Это Хао Ну и Финрир Фай Шейкер и Рубик Хвост Забирает себе Антимага Дэнди будет играть На линии Артстайл Забирает себе Да зла таск идет на Сложную линию И Висп Это Санейка Ну пожелаем удачи Безусловно Команде Нави Она ей понадобится 100% Команда Вичи Гейминг Очень нелегкие соперники Поэтому Тут действительно Надо будет Всеми силами Собраться Если Вичи вылетит Вы представляете Какой-то будет Печальнейший крах Ньюби Финалисты Прошлого Интернешнала И победители Уже вылетели И они в принципе Так да По логике вещей Своих Оппонентов Гранд Финале ждут Вичи Вичи Мы вас ждем Приходите Давайте тут сыграем Сейчас Гранд Финал Первые просто Кто отлетели От Интернешнала От рубки За самые главные деньги За всю историю Киберспорта Вообще Круто конечно У Хвоста У Хвоста Есть Антимаг У меня Хорошие Перечувствия Касательно Антимага От Хвоста Мне кажется Тут камбэк из Риэл Причем камбэк Из такого Забытия В которое Нави отправились В процессе Группового этапа Но здесь есть Луна от Хао Тоже абсолютно Жесткая И оттуда Конкретно Оттуда Герой Из какого-то Олдскула 2013 14 Отчасти Герой Которого Практически Не юзали В последнее время Как Антимаг Он тоже Он только Недавно Появился В пик Ну и Нави Сразу Под смоком Во вражеский лес Не в четвером Не втроем В пятером Идут Сейчас будет встреча Хао сейчас увидят Будет ли файт Фаника увидели Все в шарик Все за Хао Будет файт Фессура пошла От Финрира Разделили команду пополам Теперь непонятно Кого резать Цепляют Супера Супера могут и убить Здесь кстати Стопят у нас Супера Какой же крутой Телекинез от Рубика Он просто тут Решил все вопросы Для себя Элементарно Для себя Для своей команды Он просто поднял Не помню Кого там поднял И на четверых Опустил И просто все стоят Тупенько-тупенько Не знают Что им делать Сразу желание Файтиться Прекратилось Фаника ловят И Фаник В принципе сейчас Может и отъехать Выхиливает его артстайл Фаника поднимают Это ФБ Для команды Нави Отыграл Фай Просто великолепно На Рубике Он серьезно Говорю Он перевернул Этот файт С ног на голову Если бы не этот Чудовищно крутой Телекинез То Нави могли бы Двоих забирать И сначала Представляете Какое крутое было бы Нави эмоциональная Команда Если эмоции им дают Если их питают Этими эмоциями Они разгоняются И могут отжигать А теперь Слив ФБ Тут Дизморали Тут уже Непонятно Что делать Улыбаться Давать интервью Чем заниматься Как вообще Справляться С данной ситуацией Снимать Забавные видео Кто его знает Посмотрим Ладно Это только начало матча Дэнди закрывают фиссурой Супер Пока без маны Поэтому Шадорейз и Дэнди Не страшны Но Санейка Будет рядом с Дэнди Потому что здесь Фенрир Это правильно В принципе Дэнди же тоже По большому счету Лине будет жизнь портить И Хелпа понадобится А по стоячей на месте Лине Попадать кейлами Сфу не так уж и сложно Хвост Фармит против Айс Айс Артстайл Напрягает Айс И так и должно быть Здесь на сложный Фаник На тузке Только Где-то рядом Какой-то один Крип умирал Фаник еле ходит Вообще Фаник вот так сложно У Фаника Проблемы его Фай будет здесь Харасить Нон-стоп Сейчас отводы Какие-нибудь будут Линия пушится Хао фармит 6-2 у него У хвоста в это время 4 на 2 5, ну и здесь, где-то здесь 6-й. Нет, не для него, для арт-стайла. Хвост приобретает себе пурман-шилд. По идее, айс-сай сильно накалять теперь хвоста не будет. У него уже есть манобрейк. Ну и есть блин прокачанный. Так, виспа плотненько наказывают на мид лейне. Санейка ло-хпшный. Супер! Отваливается, и Дэнди забирает первый фраг, как Манденави. Но здесь может же и Нави хоть как-то повезти Санейка. На ло-хп сейчас, если заберет Труну, то, по сути, выхилится. Еще и Дэнди может сливать ману, потому что Дэнди так и делает. И не просто сливает ману, потому что здесь пополняется Боттл и Висп. Через тизер просто ману линии зальет. Еще один Драгонслейв моментально, даже не думая, надо делать Дэнди. Но ману все равно будет заливать. Почему не юзнуть-то? Ждет Санейка. Пока что ждет реакции команды Вич и Гейминг пойдут, атаковать не пойдут. Ну и уходит куда-то Висп. Тизер, в принципе, отсюда работает, если не ошибаюсь. Нет, не работает далековато. Еще одна Боттла прилетает на этот раз для Дэнди. Две Боттлы на Медлыне. Санейка, Дэнди, все по чуть-чуть. Ну и Дэнди со своим Боттлом уже поинтересней. Почти есть деньги на тапок для Дэнди. На легкой линии у команды Нави хвост 13 на 5. У него вторая позиция с Хау делится. Первое место Дэнди на линии 15 на 6. Прекрасно. Вообще прекрасно. 7 на 0 СФ. СФ загоняют. Под ноги Лайтстрайк Кера и Драгонслейв на дорожку. Суперу. Давай, увидимся еще. Ну и Мана, по идее, не должна заканчиваться здесь. У Лины, у Веспа. Да у всех. Ну и Дэнди фармит. Тем самым оставляя без фарма Супера. Это хорошо уже для команды Нави. Они по голде должны в плюс выйти. Хау в это время 16 на 7. Хвост тоже ровно идет с Хау. Дэнди 18. Супер 9. Преимущество команды Нави есть потенциальное. Айс Айс Айс, правда, 8 на 2. А здесь у Флейнер. Ой, Фаник. Ой, печально смотрится все. 0-0 по крипам у Фаника. Он даже не нюхал этих крипов. Он близко к ним не подходил. У него одна смерть и все. И на этом Туск. Даже через Айс Шарды не получается забрать. Ну блин, тут Хелл Пан нужна 100%. То ли Санейка, то ли кто-то. Ну вроде как оставил Дэнди уже. Санейка. Дэнди 4 с копейками. СФ только-только 4. Дэнди, по идее, наказывает СФа в соло. Пускай Санейка пойдет и поможет Фанику. Но он без левела здесь. Без вариантов подфармить. У него ничего не будет. Неужели уповают просто на скиллы, которые присутствуют у Туска. Встроенные. Да блин, может и такое и будет. Антимага 22 на 7. Здесь 25 на 11. Луна от Хао. Ну и Вичи Гейминг пока что выигрывает по фарму 100 по экспириенсу 450 в пользу ВГ. У Хвоста уже есть тапок. 500 голды сверху. В принципе, в скором времени появится ПТ. Как тут дела у Хао? То же самое. То же самое. У Хао просто у него нет... Пурманшилда такого, который есть у Хвоста. Зато у него есть уже Пауэр Трэдс. И Луна, по-моему, по Нетворцу опережает Антимага на 400. Так и есть первый Дэнди 2700. Это хорошо. Дэнди не сливается и Дэнди убивает, что еще приятнее. 1-1 счет. Ведь Гейминг пока ведут по золоту, но это до поры до времени. А кто здесь? Здесь SF. Здесь Queen of Pain. И здесь Луна в лейту. А здесь Висп и... Ой, не Виспа. А здесь Луна и Антимаг. Три всегда больше двух. Тут никак с этим не поспоришь. Поэтому надо гнобить по всем фронтам команду Вичи Гейминг. Кто-то не должен дофармить. Супер или Квапа. Вот Айс Айс Айс. Ну, пока Квапа фармит не алло совершенно. На мидлейн у нас перетекает Квапа. Прыгает сюда. Пошел Грик. Вот Айс Айс Айс. Дэнди выхиливается благодаря Санейка. Уже минус 1. Рубика тоже, скорее всего, здесь оставят. И Айс 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 вторым отлетает в таверну. Правда, Лину в итоге забирает у нас Супер. И вообще двоих он забирает. И Санейка, и Лину. Алина забирает Рубика. И забирает Queen of Pain. Ну и голодишку больше ВГ, конечно. Здесь подняли. 460. Для Вичи Гейминг 700 голды поднимает в этом файте СФ в итоге. Алина только 210. Ой, печаль. И все, что не доформил СФ, все теперь близко уже к реальности. Супера должны ловить. Фаник, че не катишься? Фенрира нет маны на фиссуру. Ну, кто это знал? Кто это знал? Хвоста уже есть Ринг оф Реген. Ринг оф Хелс, точнее. Ринг оф Реген как-то слишком бомжово было бы. Не получилось так и сделать виспу. Санейка старался, не удалось. Но посмотрите, здесь сколько стаков и здесь сколько стаков. В принципе, для Лины очень комфортная ситуация. Дэнди уже пора смещаться. Но здесь Лайт Стрекеры надо еще в один вкачать. Файресоулом сильно не подфармишь. Хотя еще где-то один левелок потерял Дэнди. Все. Драгон Слейв. Пром-акшн теперь у Дэнди. В приоритете первый скилл на седьмом левеле. Нормальненько. У Дэнди уже есть Сейдж Маск. Все это подставка в Визердри будет превращаться в Еул. Еул, по идее, СФ будет распиливать просто в хлам еще до появления Блэкинг Бара. И Дэнди, чем раньше этот артефакт переблетет, тем больше шансов у него на то, чтобы катку эту как минимум без СФ сделать. Ну, на корролях это точно. Ну, выхиливается Дэнди. Дэнди из руки нормально под Файресоул месяц. Могли бы отвод еще один попробовать сделать. Драгон Слейв от Дэнди. 680 голды на руках. Отойдите, появятся крипы. Отошли. Крипы появились. У Дэнди 700 голды на руках. Выхиливать Дэнди и дальше идти фармить здесь крипов. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь никаких стаков, ничего такого нет. Хвост в это время фармит. Внизу у него появляется ПТ после Ring of Hells. Дальше за Айс 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 Айсом бежит. У хвоста уже почти седьмой левел. У Айс 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 А практически есть Суник Вейв. А как там дела у Фаника? Четвертый левел. Фаник с ставком и стал шелдом. Ого-го-гошеньки, го-го. А Санейка, вот как понять, да? Инвизный висп или не инвизный? Он инвизный. Но если закрыть рукой, как понять, что здесь Санейка вообще? По идее, можно попробовать Рубика развалить. Задувает просто у нас в Рубика Санейка. Файя не зацепили. Но здесь надо Юлу. Как только будет Юлу Дэнди, вот такие ребята, как тот же Фай, будут рассыпаться просто в щепки. Мы спушили ВГ на Тауэр на топ-лейне. И первый Тауэр вообще в этой игре падает. Команда Нави тут вообще с упованием на антимага и на Лину. Дэнди чем раньше Юл себе приобретет. У него копейки уже осталось. 650 рецепт, по-моему, нового Юла стоит. Да, так и есть. Осталось 350 голды Дэнди до рецепта на Юла. Куда делся Сейдж Маск у него? В курьере лежит. Выложил в курьера. Принес себе Нул Талисман. Принес себе стапку Фидзардри. И Лина пошла дофармливать дальше. Вот Юл Дэнди. Он будет до 10 минуты. Не того ты бьешь. Сейчас еще два будет. А может и того. Задувка очень быстренько. С големами разобрались. У Дэнди есть Юл. Он в курьере. Он ждет своего хозяина. Как тут вообще по кору артефактам? У Айс Айс Айса. Ничего. Тут до сих пор ПТ нет. Это хорошо. Для команды Нави у Хао. Появляется рецепт на барабаны. Есть брасер. И в принципе есть деньги уже на приобретение Драма Фендеранс. Как там Хвост поживает? Хвоста тоже по фарму все неплохо. Он топ 4. Проигрывает правда Хао где-то на 600. И Суперу проигрывает на 900. Ну и Дэнди, а это уже приятная информация, проигрывает на 1100. То есть Дэнди тут всех перефармил. Для него стакали. С ним работали Дэнди уже. Под смоком с Юлом бежит искать первую жертву. По идее Хао отлетает просто моментально. Просто надо Дэнди увидеть Хао. Он видит Хао, поднимает его в Юл. По таймингу. Хао подстопили. Задувка. Ну и Хао пытаются выхилять. Очень быстро с ним справились. Эклипс просто луна потратила в пустоту. А это приятно всегда находить. Ну и Дэнди улетает у нас вместе с Веспом. Санейка прилетел на Релаките. Забрал Дэнди. Увез его оттуда. Потратили фаника, но это классика. В итоге забрали Хао. Мейн керри отвалился для Дэнди. У Дэнди уже 600 голды сверху. Хорошее начало. Вичи Гейминг выигрывали полторы. Теперь тысячу. Даже меньше. И по экспириенсу Вичи Гейминг выигрывали. 1600. Теперь всего лишь 500 в их пользу. Хост уже за Т1. Хвоста смелости тут... Вообще хоть отбавляй. В три блинг. В один моно-брейк. В один спеллшилд от антимага. Санейка стакает всем для всех. Хвост продолжает фармить. Фарму. Все у него будет в принципе в порядке. Если не остановится, Хао он уже догнал и даже обогнал. Ну-ка обогнал, говорю антимаг. Да, антимаг перемещается на третью позицию. 12 минут сыграно. Счет 4-4. Ноль по экспириенсу. Ноль по голде. Ну круто. Равные коллективы встретились. Игра была равна. Так, что там Фанник? Шестой левел у него есть. У Скара уже есть ПТ. Это хорошо. Даже седьмой левел есть у Фанника. Четвертый Айшард. Второй Сноубол. Дали возможность подформить. И он эту возможность не упустил. Что невероятно приятно для команды Нави. Нижний лайн падает в это время от луны. Хвост. Вместе с Дэнди напиливает Т1 по мидлейну. Ульта пошла Дазл. Значит можно и подраться. Ловите Файя. Хвост не прыгает. Хотя рядом был Дэнди. По идее могли развалить. Хвостик, хвостик. Ай-яй-яй. В кустах застрял Хвост. Он, блин, промакшен по этому антимагу. Не так критично. Queen of Pain прилетела здесь на ПТ. И Айс Айс Айса сейчас, если найдут. По идее здесь забирают. Антимаг должен быть где-то рядом. И Фанник должен быть где-то рядом. Что видят ли Айса? По-моему Айса и не видит команда Нави. Не имеет представления, где Айс Айс Айс. А теперь вообще никто не имеет представления, где Айс Айс Айс. Он хрен знает где. Он в текстуре упрыгал. Чё с ним не сделаешь? Антимаг в это время запиливает Тауэр. По идее, должны забрать его игроки. Команды Na'Vi, куда ты, Санейка? Не отстайла хиль. Хвастай хиль. У вас тут сейчас Тауэр. Танковать, айсайсайсайс. Саденайл в итоге Тауэр. Вот это скот, а? Как ты это делаешь? За Na'Vi, гляньте, кстати, пенанты. 39 тысяч здесь. 7800 кое-как, вичи гейминг, финалисты прошлой игры. Все равно топят за Na'Vi. Все равно болеют, ждут, надеются, что вернется серьезная команда всех убивать. Так, пошла. Возня, Артстайла развалили. А вот, кстати, кто тут может помочь команде Вичи Гейминга. Это факт. Это факт. Артстайл на этом турнире нафидел очень жестко. И он может продолжить это делать. Только здесь решающая игра. И если до этого Na'Vi могли проигрывать, вылетать в Узра, им абсолютно плевать на каком месте. Но они закончили абсолютно плевать на каком месте. Наверное, на последнем, к сожалению, для себя закончили. Вот. Тут, конечно, в этом варианте Артстайл тоже сыграл одну из важных ролей. У него не шла игра, и это был факт. Он был постоянно выпадающим звеном. Фанник тащил. Хвост не очень. Дэнди старался, но временами просто выпадал намертво из игры. Но Артстайл постоянно по дефолту умирал очень много. Не фидел, конечно, но не сказать, что там просто шел по глупости где-то, но очень неосторожно играл, и это все аукнулось. Команде Na'Vi они закончили на восьмом месте групповой этап, поэтому сейчас возятся и бьются за жизнь против команды Вичи Гейминг. Так, финалисты Ти-4 против финалистов Ти-3 сейчас сражаются за то, чтобы не вылететь на самой первой вообще стадии, на первой возможности вылета. Вот так умеет Висп. Санейка через тизер отошел. В одной стороне сам Санейка, в другой стороне ТП кастуется, и Санейка живой, живехонькой. Вичи Гейминг, два с копейками по золоту, и по экспириенсу Na'Vi впереди. Хвост продолжает фармить, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Покажите, Battle Fury прилетает к хвосту, вот-вот. Только-только. Ну теперь Висп может и к нему привязываться. По идее, тут спасти рядового хвоста будет постоянно. Хвост пошел фармить, тут нужен был фарм для того, чтобы лучше фармить. Ну и антимага уже 6900, 7 у Хао. Не сильно, конечно, отстает от основных героев, но вот СФ единственный, кто вырвался. На 600 голды опережает антимага. По идее, хвосту надо перефармливать здесь всех. Тут всю новиную новинность надо включать по вопросам фарма. Я знаю прекрасно, что и все знают, что команда Na'Vi славится потрясающе крутым фармом. И хвост умеет фармить. И он этим занимался всю жизнь, он этим деньги себе на жизнь зарабатывает. И пусть этим и занимается впредь. Сейчас можно стаки еще одни сделать. Хвост. Ух, хотя может и уберет Эншентов до нулевой секунды. Так, убегать. Все, Эншенты появятся. Он знал, что делать. Хвост. Я ему говорю, а он мне такой, что? Ооо, кто ты вообще такой сидишь пиликаешь там про фарм хвосту рассказываешь? Извините, Александр. 2000 по голде. Вичи Гейминг впереди, по экспириенсу Na'Vi впереди. И графики движутся в их сторону. Да и по голде графики движутся в сторону команды Na'Vi. Фаник в это время вместе с Санейка подпушевает Тавер. Ну и нормально Тавер заберут. И тут просто пешком команда Вичи Гейминг идет на топ-лайн. У Фаника есть ТП, у Санейка есть ТП, у Дэнди есть ТП. Так просто уходить отсюда. Что вот здесь с поинт-бустером? Я не очень понимаю, у Дэнди. Его это поинт-бустер. Ну а чей это еще поинт-бустер? Почему он темный? И улетают все. Стянули всех игроков сюда. Дали пространство антимагу. У него уже есть хедреска, есть базилка. И сейчас появятся деньги на Мортив Маск. Осталось просто на рецепт Ладмера насобирать на 18-й минуте. На 19-й где-то будет готов Ладмер. Не получилось стакнуть у Санейка. Тут вообще заблочили все. Вот это да. Вот это неприятность. Ну и Девардинг нужен, Артстайл уже сюда идет. Ей-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, Артстайл, Артстайл. Что за... Ну здесь надо еще один синий. Да, теперь увидел, теперь понял. Ну и Вив бросил, вы видели? Просто посмотреть, где что есть. Ульту не пожалел, чтобы задеварнуть. Айс, 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 пришел. Расковырял Голема, предсмертного. Красавчик. Хвост на первом месте по Нетворцу. Вот это да, вот это новость. Хвост на первом месте по Нетворцу. Обгоняет ССФ. А где был ССФ все это время? Айс, айс, все это время бегал от линии к линии. Нави здесь очень удачно и грамотно растянули по лайнам командовичей гейминга. Есть вариант реально закомбетчить. Они уже по голде проигрывали 3. Сейчас 1000 проигрывают. И по экспириенсу Нави впереди почти на полторы. Хвост продолжает фармить. У него это хорошо получается. В центре вар тут командовичей гейминга. Его надо разбивать. Здесь отводы не получается. Хвост пошел дальше во вражеский лес. Нави вообще по топу идут пушить. Или мне кажется. Они планируют, я так понимаю, спровоцировать драку. У Дэнди уже есть второй Лагуна Блейд. У него есть Юл. У Дэнди копейки остаются до Аганима. У Хвоста тоже все необходимое имеется. Фанник без даггера, но... Что-то в принципе есть. Куда полетел Фанник? Фанник полетел на центральную линию. Здесь Арт ставил пока в соло против Айс 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 Айс. Санейка к нему. Так, а Хвост. Хвоста загоняет по лесу. Ну и не пожалели. Хас нам на Хвоста. Хвоста разобрали, сколько денег стоил Хвост. И за Санейка еще Айс Айс Айс. Надо жить. 5 секунд будет. Не будет жалеть здесь, по идее, ульты. Санейка выживает. Ух, повезло-то как, а. Малому. Санейка выживает на таком дичайшем лоу ХП. Сколько Хвост голды подарил? Где Файт Рекап? Написано 293, но не так же это. Не так. Не так, не так, не так. 482 за Хвоста подарили всем. 293 конкретно СФ заработал. И 1000 экспириенс АВГ отжали. За Александра-то. Александра, Александра, Александра Энтумака. Так, Дэнди, соберешь ты этот огонь или нет? Мне этот поинт-бустер просто уничтожает. Не написано, чей он. А он-то, скорее всего, Дэнди. Вряд ли здесь кто-то там артстайл, да, купил поинт-бустер, вложил в Дэнди. Или Фаник. Несчастный вообще. В этом матче. Ну, Дэнди, копейки. Просто копейки до Аганима. Убей хоть кого-то, Дэнди. Пошла задувка, все. Приобретает себе все необходимое, значит, это его. Сейчас и Аганим, наверное, будет на него слотом отображаться. Вот смеху было бы. Сразу крики бы оттуда. Гейб. Гейб Ньюэл. Позовите Гейба. Что не так? Мой поинт-бустер. Кровный, заработанный. Всю жизнь на него угробил. Всю групповую стадию, чтобы сейчас в битве за вылет приобрести. А ну-ка. Все. Аганим подсвечен. Аганим в порядке. Айса поднимает ветра. Просто по таймингу Лина должна все сделать. Айса подстопили. Ну и, по идее, Айса вряд ли здесь убивают. Поэтому Лагуна Блейк Дэнди даже не юзал. Айс отхиливается. Попу самой скоро появится Аганим. Дэнди Шадоу Страйк ловится. Нейка здесь. Супер, а подстопили. Ну и Фаник уходит. А зачем подходили? Я не очень понимаю. Для чего подходили? И ладно. Подходили и подходили. Какое мое дело вообще? Антимаг отправляется фармить. Хвост здесь всю вообще мобильность свою включил. Какую только мог разультился. Здесь СФ минус Санейка. Лина лоу хпшная опивается через Боттл. И Рубика тоже отправили в таверну. И минус 2 от команды Вичи Гейминг. 5-9 становится счет. Лина не лезет в файт. У Лины траблы будут точно такие же. Лагуна Блейд Дэнди провязал. Там справились с Рубиком. Но это по сути все. Минус 2. 2 саппорта отлетело. В чем у Флейнера и саппорт. Так как фармил Фаник. В принципе саппорт. На антимаг от хвоста уже по-моему Яша летит. Так и есть. У хвоста уже есть Яша. Все это после приобретения Владмера. Все это после появления Баттл Фьюри. Хвост конечно на хорошем ходу здесь. У него второй натворф на карте. Но он копейки отстает от Шадоу Финда. И в Лаите конечно антимаг гораздо жестче чем СФ. Это точно вам говорю. Нави в среднем КДА имеют 19.27. Представляете да? Печаль какая. Добивают 865 крипов. ГПМ 1700 и 1800 экспириенс помин. Это обычно средний ГПМ для коллективов уровня Нави. Это около двушки. Поэтому Нави тут конечно не дофармливает. Но это все стата по интернешнл. Как я понимаю. А вы видели что там на интернешнл с Нави происходило. Конечно игры не задались изначально. Отсюда страдающих ГПМ. КДА они проиграли большинство матчей. Там по-моему 4 поражения и 3 ничьи. Где взять хороший экспириенс помин. Был бы хороший или ГПМ хороший или экспириенс помин. Наверное вряд ли бы сливали катки. Ну выгодила получше немножко. Ну ВП группа мне кажется посложнее немножко была. И ничего выстрелили. Дэнди 1000 голды после появления Аганима. Юл есть. Аганим есть. Боттл тоже у Лины есть. Кост в это время разваливает Тавр. Очень удачно ворвался. Антимаг. Ну и дальше на крипов. Дальше пушит команда Нави. В это время Т2 горит от Нави на центральной линии. Вичи гейминг пушит Тавр и скорее всего придут дефать. Глифа у них нет. Нави забирают Т2. А здесь на хайграунд поднимаются Вичи гейминг. Надо лететь или будут пушить? Будут пушить. Хвост пошел дальше. Хвост пошел сносить линию. Вместе с крипами здесь пока Напа сейф отстайл. Уже потеряли Т3 игроки команды Нави. И летит сюда. Кто бы вы думали. Айс 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 летит сюда. Айс 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 прыгает на хвостах. Какой офигительный Соник Вейф от Айс 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 Айс. Все деревья просто разломал. Правда им не больно, но в принципе, блин, как попытка-то какая хорошая. Айс 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 Айс. Такой опытный оффлейнер на Аквапе. Такой провал вообще. Ну, написали, что вроде как первая игра вообще Айса на Аквапе. Там в это время продолжается файт. Линия пока постепенно сыпется. Нави давят. Как только могут Сонейка. Улетает к хвосту. И, по идее, оба героя отсюда должны уходить. Виспа, что с тобой? Висп улетел. Все, Виспа релокейт или... А, это ТП такой Виспа. Да, это здесь кастовался ТП. А Висп улетел. В итоге забрали. Милишный барак. Игроки команды Нави не потеряли барак на Мидлейне. А боковая сторона, это не центральная сторона. Это важная сторона боковая. Так, ульта от Сефа на Мидлейне. Дэнди выхиливается благодаря Сонейка. Висп уносит у нас Дэнди. Но будут возвращаться или нет? Но хвост где-то рядом должен быть. По идее, надо файтиться. Фанника там убили. Висп... Нет, Висп не будет возвращаться. Думал, релокейт проюзан был, чтобы Дэнди забрать. Это сейчас они влетели и улетели сразу. 440 голды Вичи Гейминг за Фанника поимели. Да и пес с этими деньгами. Факт в том, что сторона уже пушится. Факт в том, что Нави уже обрезали фарм Вичи Гейминг. И Айс, Айс, Айс. Какой же крутой Соник Вейв. Это где-то сродни, наверное, разбитым Аэгом против Нави. Или Фуджам плюс Ченнам. Ну, то есть магия начинает. Вариться какая-то навинная. Ну и Нави тут очень сильно, конечно, хотят выйти и встретиться в сетке лузеров с клаудами, которые только что натерпелись от Сидеков. Помню, еще раз победитель данной пары выходит на клаудов, а через одну стадию... Выходит, в принципе, есть вариант Нави через одну игру встретиться с Эмпари. Если Нави выйдут на клаудов, точнее, когда Нави выйдут на клаудов и накажут клаудов, у них есть вариант встретиться с Империей, когда Империя накажет МВП Феникс. Лину развалили. Быстренько с ней справились. Улетает Санейка и Релокейджи не будет здесь использован. Или будет? Да, будет Санейка. Возвращается в самое пеклое. Тика ему, хлопцы, цепекло. Говорил когда-то Дэнди, тут у Санейка самое оно. О, 614, 500 голды и 1100 экспириенсов за двух таких вот, в принципе, простых ребят. Причем это за Виспа получили. За Дэнди там еще больше. Нави не могут просто так сделать что-то хорошо и потом не сделать в два раза хуже себе. У Фаника есть Даггер, Валлурс Панч, есть по Квапе. Сноуболт, Квапульт, а будет ли от хвоста? Да, очень быстро справились с Квин оф Пейн. Айсэйсэйс опять в таверну, но у Квапы тут дела вообще из рук он плохо. Идут 1, 3, 6. 740 золота, 1500 экспириенсов. И в это время Мидлей начинает падать у команды Нави, и он действительно падает. И это Лина, которая бьет все подряд своими летающими Глэйвами. Проблема огромнейшая. Артстайл вместе с Нанейком пошел файт дальше. Хвост. На Хау не нападает БКБ. От Хау ульта пошла от Супер Артстайл в таверну. Отправляется Хвост. Идей должен дальше прыгать, но тут, в принципе, вариантов не так уж и много. Фаник без маны. Зачем-то здесь нужен Хвост прыгает на Хау. Начинает нарезать по Хау. Стан будет по нему. Хвост дальше за ним. Где Хвост? Хвост Фиссуру поймал. Супера, по идее, разбирают. Супер в таверну. Хвост 859 голды за него получает. Дальше за Фаем. Антимаг прыгает за Фаем. У него есть манта Стайл. Он быстрее, чем Фае бегает. Фае собирает у него блинк. И Фае отсюда упрыгивает. Антимаг не догонит. Фае Фае точно так же будет прыгать, как он там. Все такое же. КД такой же, мана пул такой же. Такие же требования. Лина, правда, забрала еще там кого-то. Забрала Шейкера. Две сто зарабатывают Нави по золоту. И три тысячи по экспириенсу. Девять пятнадцать. Вичи Гейминг держится еще в плюсе. Но Нави тут нет-нет, да и огрызаются очень жестко. Нави в это время сбирают тавор на центральной линии. Дефать пока что неком. Хао без Эклипса. Забрали. И что? И перемещаются на топ. Хвост дальше фармить. У него это получается. У него есть уже Огр Клаб. На Трилл Хаммер деньги есть. Ну и Хвост ждет, когда будут пушиться линии, чтобы нормально продолжать зарабатывать. В принципе, по голде немного осталось Хвосту до Блокинг Бара с тем темпом, который он взял. А у Антимага уже топ-нетворст на карте с отрывом в четыре с половиной тысячи от СС. О чем вообще говорить здесь? Хвост, конечно, фармит как Чумной. Да у него БКБ уже готов у Антимага. У него две стоны на руках после готового БКБ. Я не увидел его в Курьере. Манта Стая в это время появляется у Луны. Ух, у нас будет противостояние, конечно, двух тяжеловесов. Хвост и Хао на Луне. Антимаг против Луны. Это, конечно, очень жестко. Хвост против Хао тоже очень жестко. Но у меня больше противостояние двух героев волнует, чем противостояние двух игроков. Игроки игроками, личность с личностью. А решать будут кнопочки. Как не печально. Решает судьбу 150к долларов. На секундочку. У Антимага уже 335 крипов. 233 у Хао. 200 у Дэнди. Дальше 202 у Супера. Ну, Антимаг просто как не в себя. Но это Антимаг. Он такой должен быть. Меня постоянно спрашивают, кто твой любимый керри-герой. Мой любимый керри-герой. И вообще, в принципе, любимый герой. Это Антимаг. Что здесь будет сейчас с Хвостом? Боюсь узнать. Прыгают за Хвостом. Хвост, Блинк. И БКБ. И просто ТФ. Да думать даже нечего. Все, БКБ провязал Хвост. Успеет ли уйти? Успевает уйти. Фай обновил себе Блинк. И уходит спокойненько. Но это круто, конечно. Даггер уже не нужен Файу. Это тебе даже не Даггер. Это просто халява какая-то для Интовика. Для Саппорта. Саппорта, которому врывная способность необходима. Потому что у нее есть Телекинез. Есть Дизейбл. Ворвался, поднял. А Тима пусть успевает. 9.15. По золоту Нави отыграли все, что проигрывали. 4 с копейками. Они были позади. Теперь в ноль. И по экспириенсу Нави вообще вышли в плюс. Ох, жестянка, жестяночка. Нави пусть идут дальше по сетке лузеров. Там с ВП где-то увидятся. И ВП пусть сегодня наказывают своих соперников. Пускай все будет хорошо. Да, я снигадаю. Ну что, пошла ульта. Вот супер. Антимаг. Уходит отсюда. Кое-как Артстайл просто засейвил хвоста. Бежать отсюда в это время. Распилили Санейка. Убили Фаника. Не убили Дэнди. Это хорошо. Не убили хвоста. Вообще великолепно. И не убили Артстайла. Ну, странно. Почему не убили Артстайла? Это как-то непривычно даже файты такие комментировать. 17-9 становится счет. Вичи Гейминг 1000 по голде. 2500 по экспириенсу. Ну и забирают Роху ВГ. Рошана Аджали. Файт очень удачный. Для себя закончили прямо на Рошане. И, конечно же, минус для команды Нави здесь присутствует. Очень, даже очень. Ну и ВГ сразу, посмотрите. Два куска по золоту себя отрывают. По экспириенсу 2.5 тоже для китайского коллектива. Не будут они просто так никуда отправлять Нави. Не дадут им возможность просто так взять и обойти бывшего. То есть вице-чемпиона интернешнл, действующего вице-чемпиона. Фаворита еще не так давно вообще этого турнира. Где-то месяцев за три по рейтингам они были на первом месте. Так, хвоста четыре с половиной. Ну не четыре с половиной, четыре сто, ладно. Окей. У антимага четыре сто уже есть по голде. Тут, наверное, Тараска нужна, потому что вы видели, что с прокаста творилось с хвостом. В принципе, Шейк и СФ тут не факт, что переживет антимаг. Если бы КБ не прожал, то надо хотя бы выживать. Только что за Тараской пора сходить. Или все-таки пойти в Башер. Рискнуть и пойти в Башер, чтобы не давать раскоставаться тому же СФу. Башер обисал Блейд. В принципе, при ПТ на силу тут нормально. Все 1750. При наличии Башера там, по-моему, 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 еще 200 порядка голды. Капнет. Снова блин подарили Рубику. Что ж такое? Самый дешевый и при этом самый полезный для Рубика спелл. Рубику не надо даггери. Если ФА хочет, думает о даггери, ФА сразу же идет и просто ищет где-то антимаг на карте. Подходит, забирает и упрыгивает. У него есть все варианты. Он телекинезом поднял, украл блинка. Всегда будет проюзан блинк у антимага, конечно же. И ушел. И ушел. У Рубика, кстати, скипетр, если не ошибаюсь, добавляет воровство способностей предметов. Хотя написано, что невозможно красить способности предметов. Это обычный исполстил, а, по-моему, Аганим позволяет это делать. Плюс он апгрейдит все ульты, которые получится украсть. Ну, то есть Лина... Вайлорус Панч, если будет краден, то Рубик ногами начнет пинать. Какая бредятая, на самом деле, я не очень понимаю, насколько это хорошо работает. Так, вижу, что Санейка где-то влетает у нас уже на нижнюю линию. Дальше за Луной. Хвост БКБ не юзает. Ему прервать на Эклипс, так его и не трогает этот Эклипс. Хвост просто в соло напиливает по Хау. Валус Панч через 9 секунд. Хау без маны. Никуда уже отсюда Хау не денется. Ульта от хвоста, доминейтинг стрик. 10-19 становится счет. Хвост пошел дальше. Хвост пошел нарезать. У него на руках уже 7к. Ой, как много вообще. Как круто фармит Хвост в этом файте. Ну, где же ты такой раньше был, Хвост? 700 практически ГПМ. Это дофига по Нетворцу. 24к у Хвоста уже заработано. На этом останавливаться антимаг не будет. Абисал Блейд, в принципе, уже может быть приобретен. Денег на Абисал Блейд хвосту хватает. Пока ничего не покупает. Лина приобретает себе даггер. У Денди есть поинт вусток, после него ничего не куплено. Денди тратит 2к, чтобы быть мобильным. А Хвост? 7 вести на руках. Покупает башеры. И, в принципе, сейчас Курьер уже может за Абисал Блейдом лететь. Ну, или Хвост на байбэк себе все-таки оставит деньги. 300, но еще 700 голды. И, по идее, Хвост Абисал Блейд сам себе пойдет купит. За Девардили ВГ. Пронюхали. Красавцы. Хвоста в избытке 3 300. Эншенты или что-то еще продавать пока нечего. И у Антимага будет Абисал Блейд. А с Абисал Блейдом хвост, конечно, тут лица разрывает всем. Хао. Супер. Айс 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 на Квопе просто несчастный будет. Гляньте, Дэнди в засаде. И Хвост в засаде. Просто ворваться и попытаться развалить Хао. Дэнди не рискует нападать. Дэнди отходит. И Фаник. А вот кто сорвит голова. В инвизи Фаник. Валдерус Панч не проюзан. Фаник на Хао. Поднимают Фаника. Фаник отправляется в таверну. Какого нахрен хрена? Что это вообще такое? Как это называется? Ну не пошла игра, но это же просто... 10-20 становится еще. Отвечи гейминг. Тысяча голды. Три тысячи экспириенс. Подарили так подарили. Хартстайл в соло пошел в топ лейн пушит. В это время Хвост вместе с Танейка по мидлейну. Так, на Хвоста в бок выходит Супер. А Супер Хвост убивает. У Антимага должны уже быть деньги на Абисал Блейд. Да, у него есть деньги на Абисал Блейд. Курьер команды Нави на базе. Пока никто никуда не летел. Хвост сам, в принципе, за Абисал Блейдом может сбегать. Не убудет, так сказать. Все, Абисал Блейд готов для антимагов. На байбэк деньги есть. У Аэма с руки уже 300... 300, 500, 400, 100. Много, короче говоря, у антимага. У Лины есть Аганим. У Лины есть все необходимое. 16 левель, третья ульта. Все это под Аганимом. 950 в одно лицо. Просто Луну, например, выключает моментально. Забивает в него Дэнди. Все необходимое и пару. Там секунд постоять рядом с антимагом. С Супером тоже справиться можно. Будет ли МКБ себе тарить антимаг или не очень надо? Если баши будут проходить, в принципе, МКБ не критичен. Промахи, не промахи. Много будет антимагов. Бить он будет тоже часто. У него два удара в секунду. Так, по доворчарджу им интересно. Вдруг стало мне... Фаник, иди поделись. У тебя хорошо получается. 1-7. Самое оно. Игра за вылет с турнира. Я думаю, надо ворваться. Нет, Фаник Даггераут делает. На, гляньте на него. Просто шпион. Не бьет никого. Он просто идет. Он просто бежит. Он просто упоротый. Он хочет бегать. Ему нравится. Он антимага. 3-100 уже на руках. Хвост ДД. Роха очень-очень скоро. Но Нави об этом не узнает. Хвост уйдет куда-нибудь. Просрет где-нибудь ДД. И Рошана не заберут. Потому что инфой... Ну, понятно, что мы с вами владеем. Потому что у нас тут таймер есть. Вот он. А что может делать антимаг? То есть, в принципе, ничего. Антимага. Вижена нет. Команда Нави здесь ворды не ставила. И ничего, в принципе, не делала. Роха сейчас уже упадет. Как же хорошо было бы, если бы Хвост пришел на... Не знаю, на 20 секунд позже. Нет, еще минута. Еще минута до появления Рохи. ДД заканчивает с антимага. 4К уже у Хвоста есть. От Владмера можно избавляться. Но к тому моменту должна быть Тараскова у антимага. И Владмер тогда не критичен. Дефа много. 22. По идее, с Тараской пробивать Хвоста будет сложно. ХП будет много. Плюс спеллшилд, естественно, от антимага. Там какой-нибудь Эклипс или какой-нибудь Эхослэм пощекочет просто Хвоста. И Хвост по топ-лейну. В это время Вичи Гейминг во вражеском лесу стоят. И уже летят сюда. Уже будут по отдельности врываться файт. Перетягивается сюда Хао. Перетягивается сюда Фенрир. Кто знает, чего от Хвоста ожидать. Ничего ожидать. Пуша ожидать от Хвоста. На кой бы он еще сюда пришел. Хвост вниз на Супера. Абисал Блейд Супера. И Супера просто разваливает. Еще один килл от антимага. Мега килл от Хвоста. Хвост дальше побежал. Здесь есть Роха. Уже можно бить Рошана. Всего, в принципе, достаточно. Владмер надо будет выкладывать после убитого Рохи. Хвост врывается на Роху. Без Супера драться вряд ли будут. Луна ничего антимагу не сделает. 24-го левела антимага. 20-го левела Луна. У нее там 270-280 руки. У АЭМа 360 срыв. Совсем другая история. Плюс 15% вампирика. Естественно, антимага никак вообще Луна не пробивает. Ни Эклипсом, ничем. Даже если будут соло пакетиться. Тут здесь Манда Стайл. Там еще Луны Трабл. А Эгу забирает Дэнди. А Сыр забирает себе Фаник. Вот кому нужен, так это ему действительно. Хвоста есть деньги, по-моему, уже на... Тараску. Секунду Владмер. 2300. Значит, продажа 1000 с копейками. Ты сейчас 170 пускай. И здесь в избытке 4900. Ну, то есть 6к у хвоста на руках сейчас может быть. Сколько Тараска? Тараска 5500 у хвоста. Есть деньги на Тараску. Продавай Владмер. Покупай Тараску. У тебя будет 3к хп. Так иди, и делись. Это хорошее вложение. Хвост все прекрасно. Понимаю, то хвост покупает себе Дэмэнедж. Это будет... Манки Кинг Баррот антимага. Вот такие дела. Джевелин есть. Все есть. В принципе, хвоста деньги на байбэк остались. Еще 900 сверху. Сдача осталась. БКБ от хвоста. Ну, так прыгай, если БКБ. Нет, просто БКБ от хвоста и уйти. Уйти, уйти, уйти. Все, напорол горячку. Хвост развернулся и ушел. Не подняли его. Хотя могли бы разобрать, конечно. Ну, наверное, и правильно поступил. А здесь Фаник. Чуть было, в кустах не встрял. Нави уже в плюсе по золоту. 2500, 2700 даже. И Нави по экспириенсу 4 с копейками. Я думаю, эту игру есть все варианты выиграть. Все. Ну, это очень круто. МКБ от хвоста имеется. Теперь пробивать Лину. Луну, точнее. Вообще не вопрос. Здесь у СФа есть Баттерфляй. Ну, конечно, МКБ маст хэп. ДД от Квапы. Не совсем больно. При том, что у Квапы вообще с руки 130. В лучшие ее времена. Дэнди, какое место нашел. Просто придет кто-то дефать, пушить. Дэнди в соло его распилит. И уйдет на Boots of Travel. Я очень хочу в это верить. Антимаг продолжает фарму. Хвоста 3400 на руках. Ну, по сути, это шестислотовый антимаг. Только в его случае слоты могут быть разными. Антимаг может быть шестислотовым и с ПТ. И, например, с Тараской вместо ПТ. Тоже вариант. Что-то шестислотовый, что-то. Сатаник появляется у Луны. Чем дольше тянуть, тем лучше Хао фармит. Он уже обгоняет СФ, а отстает на 9К, конечно, от антимага. Но он уже 21-го левела. Когда все будут шестислотовый, пёс его знает. Антимаг уже шестислотовый. Уже надо идти и драться. МКБ есть, чтобы бить. Так иди и бей, хвост. Мидлейн и нетка у команды Нави. Довольный. Дэнди. О, Дэнди. Хвоста поймали. Эхо-слэм по голове хвосту. Пытается его выкидать. Хвост. БКБ провязал и умер. Байпак от антимагов будет, скорее всего. Потому что здесь файт в любом случае будет. На мидлейн пойдет команда Вичи Гейминг. Тянуть они не будут. Без хвоста они готовы заходить. Хотя бы разводить его на байбэке. Ну, хвосту надо. Байбэк от других вариантов нет. Может, есть вариант байбэкнуться и сразу на Т4, например, пойти. А где хвост? Почему нет байбэка? Хвост, не узай, байбэк. Наконец-то байбэк от хвоста. Хаос, антиэклипс провязал. Так, может, пацаны-ка слетать бы на базу к сопернику? Там, если хвост сольется, конечно, на этом дота и закончится. Ну, байбэк от АЭМа потеряли Т4 игроки команды Нави. Почему раньше не байбэкнуться, непонятно. Дэнди Травела себя может прогрейдить, то даже на хвоста прыгнуть вместе с виспом. Звездный десант просто на голову команды Вичи Гейминг мог бы свалиться. 2 600 УАЭМа. Байбэка не будет еще 6 минут. Поэтому антимагу можно теперь не скупиться. Не скупиться-закупиться. Все, что хочешь, теперь покупай, хоть дарапирай вообще, иди. Хотя, смысл. Антимаг и так, конечно, дамажит очень жестко, но ему не хватает просто элементарного ХП. И БКБ его тоже не спасает, по сути. Контроль от хвоста очень быстро. Не переживает раскасты, поэтому либо уплотнение в ХП, либо все время бегать и дергаться, юзать БКБ вовремя. Так, конечно, с ним разговаривают очень коротко и вливают в него все, что только есть у команды Вичи Гейминг. И то они понимают, кто главная угроза. Конечно же, антимаг. Без Тараски ХП не хватает. Не хватает, и он не переживает раскасты. Это плохо, поэтому надо сейчас кровь из нас, он думать о Тараске. ВТ продавай, покупай себе. Ну вы поняли, все равно слот придется какой-то отдавать вот Тараску. Антимаг у нас двигаться быстро не будет. Антимаг либо убийственная сила, либо, я не знаю, легкоатлет. Но такого не будет. Антимаг уже ничем пожертвовать не может. Разве что Баттлфьюри продать. В данном случае, когда он единственный, кто нормально с руки дамажит, не считая, конечно, Дэнди, тратить Баттлфьюри и потерять сплэш, это, конечно, минус для команды Нари. У Квапы есть Аганим. В Хекс собирается у нас Квапа. У Супера уже есть Дейдалус. У него есть Беттерфляй с Энжин Яши. Вот Супер тоже очень дамажичный. Хау у нас. Тоже с руки нормально напиливает. Сатаник есть, Беттерфляй есть, БКБ есть, Манта Стайл. Чем бить пока непонятно. Хвост в это время в кустах. Он должен знать, где находится команда ВГ. И Хвост пошел пушить или как так? Летите на базу. Что думать? Т4 есть, летите на базу. Ой, на перехват пошла команда Вичи Гейминг. Побежал Супер. Разворачивается Антимаг. Ну и крутится Санейка. Вы этого, конечно, сейчас не видите, но на иконке видно, что крутится. Висп. Меня все спрашивали, где у Виспа лицо, где у него задница? Да вообще непонятно. Вроде как лицо впереди вот. Видите, что что-то какое-то световое излучение имеется. У Хвоста 3 700 на руках. 5 500 стоит... Стоит Тараска. 3 700 есть у Лины. Что тут в принципе Дакта Ринкора. Ну еще так можно фармить. Коин Бустер 3 200. Минус это получается 1000... 2000 Дэнди надо до Коин Бустера. И 2 700 сверху. 3 700 голды не хватает Дакта Ринкора, но Дэнди будет на байбэк оставлять деньги. Дэнди на примере Хвоста уже понял. На примере Хвоста уже понял, как печально может закончиться все. Т4 еле стоит у команды Нави. 118 хелс-поинтов. 3 Као Супера. Супер тут по фарму уже очень хорошо. 2 чувака по 25 и 1 по 30. Все-таки 2 по 25 пожестче. Дэнди 17 всего лишь. По идее одну цель Дэнди и может исключить. Но непонятно как. У Дэнди у самого нет Блэккинг Бара, а было бы неплохо заиметь. Чего Дэнди вдруг пошел в Акта Ринкора, если его контролить могут? Странненько. Или это просто Пойнт Бустер в очередной раз, когда Пойнт Бустеры наказали все, что я там предполагал в сборке героев. Фанник, в продолжении испытания судьбы Персеверанс приобретает себе Туск. Наверное, это на хвоста вот это вот. Или на хвоста вот это вот. Скорее всего, все-таки вот это вот. Думаю, Лоту Сорб должен появиться у Таска. Даленки тут не очень... Даленка вообще не нужна здесь. Точечных сколов по минимуму, разве что Телекинес, но тоже, кстати, важный спелл, который единственный хвосту жизни портит. Ну и все, Роха появляется уже. Команда ВГ, по-моему, узнать об этом не знает, ну и Нави не знает, но прочекивать пора бы. Фанник, если есть шард, запускай. Сигил он проверяет. Вичи Гейминг готова зайти на Роху. Нави таких вариантов, как я понимаю, нет. Они даже не пытаются на Рошана заходить. Они будут отдавать Роху. Это четвертый Рошан, а Эго сыр. Хекс появляется у Квапы. Еще один уровень контроля для Вичи Гейминг. Неужели Нави будут это преимущество отдавать? Хотя какое там преимущество? Две с половиной по золоту они выигрывали и по экспириенсу четыре. Это вообще ничего на самом деле. Тут хвост тащит, а Дэнди далеко. Фанник далеко. Санейка по артстайлу вообще никак не всплывает. Рошан начинает сыпаться. Недалеко Фанник. Он прочекал. Он прекрасно все понимает. Нави пойдет что ли на базу в команде ВГ? Можно и так попробовать. Фост на Медлэйне все. Роха развалился. Нави не должны драться. Ловят артстайла. Почему, интересно, спросите вы. Что он здесь сделал? Почему вся команда ушла? Артстайл подставился и подарил Гем своим соперникам. Чего же знает вообще? 11-22 счет. По галде. 520, 1555 по экспириенсу. 50 секунд без артстайла. Легенда. Доты. Байбэк от артстайла. Нави должны дефать свои хайграунды. Фанника ловят. Фанник у нас под шаллой грейвом. ОППшный Финрир. Дэнди. Лагуна Блейд. Хотя бы в кого-то запилить. Файл ЛОХП. Хвост начинает нарезать по ФА. ФА под шаллой грейвом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не удается его убить. Их хвост ЛОХПшный у антимага. Нет Байбэка. Вот такая будет неприятность. Нет, есть Байбэк у антимага. У него 7-100 на руках. В это время замес на хайграунде. Дэнди запиливает Супера. Супер с Аэгой. Убивают Супера. Убивают ФА. Убивают Лину. Лина Байбэк. Хвост пока еще не умирал. Начинают просто пилить трон команды Нави. Игреки команды Вич и Гейминг. Просто катят. Айс 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 в это время файтится. И успевает подбивать еще и Тавер. Хвост сейчас умирает. Хвост сразу же Байбэк. Прыгает Хвост. Разваливают еще и Луну. Кстати, разваливают ССФ. А трон наполовину битый. Дальше бежать за Айсом. Хвост должен ловить Айса. Абисалбейт не так уж и скоро. Айс 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 Айс. Хвост пытаться поймать Айс 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 убивает. СФ Байбэк. Куда ты денешься? Есть Байбэк от Квапы. Есть Байбэк от Луны. Они будут сейчас просто идти и сносить Тавер, как я понимаю. Трон точнее. Ух, жестянка Нави. Так и думал. Минус 5500 от ВГ. Они просто слили всю капусту абсолютно на Байбэке. ВГ 10к по голде. 5,5 по экспириенсу. Но сейчас потратились. Вроде как они идут убивать. Они идут убивать. 56-ая минута. Без Дэнди. У Дэнди нет Байбэка. Бэкэ Бэйюзает. У нас Фос прыгает на Супер Абисалбейт. В него Супера распиливает. Луна в это время просто бьет Трон. На хвостах. Крик Хекс. Хвоста. Артстайл пытается подсейвить. Кого ты сейвишь, Артстайл? Кого ты, черт побери, сейвишь? Артстайл бросил. Шалу Грейт в финале последнего матча Нави на себя, а не на хвоста. Прокликал мисклик. Такое бывает. Ох, ребята, ребята. Скажу вот честно. Как же сильно я топил. Как же хотелось, чтобы Нави все опрокинули плохое, что о них говорили. Чтобы Нави перевернули все сверху вниз, снизу вверх. И показали, что все, в принципе, у них не так критично и плохо, как это обсуждалось. Следующий матч команда Virtus.pro против команды Fnatic. Команда Вичи Гейминг отправляет коллектив Нави прочь из Интернешнала. И Нави занимают топ-16 по сути. С 14-13 по 16-е место. Не спалили страты. Клауда будут встречаться с Вичи Гейминг. Пара следующая это ВГ Клауда. И они выйдут на победителя пары Empire против MVP Phoenix. Ну и определим Virtus.pro и Fnatic. Кто же, кто же, кто же, кто же. Немножко небольшой перерыв. Не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте свои сообщения. Подписывайтесь. Все, в принципе, делайте, что хотите. Прощаемся с Нави. Огромное спасибо команде Нави. Тут безусловно громаднейшее спасибо за те эмоции, которые удалось пережить. Они, естественно, не позитивные в этом вопросе. Но потому что команда любимая. Всеми горячо. Причем, конечно же, не хотелось, чтобы она вылетала. И весь этот Flame, все это, разумеется, чтобы поддержать. Просто мы адекватно не умеем поддерживать. Поэтому приходится срать в группах, ВКонтакте, в личку куда-то людям. Нави огромное спасибо за участие в этом интернешнале под номером 5. Надеюсь на дальнейшее существование коллектива. Может, хоть и в измененном виде, хоть в таком же, какой он есть сейчас. Я думаю, что наблюдать будем еще с огромным удовольствием. И уважением, что самое главное. С командой Нави на этом интернешнале мы прощаемся. Команда Вичи Гейминг проходит вперед. Следующий матч это Virtus.pro против коллектива Fnatic. Через минут 5-7 увидимся.